Такой маленький, малыш, ты посмотри! Хочешь, кушать, кушать, хочешь? Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и мы продолжаем играть во фруктовую клинику, в которой наши главные герои фрукты постоянно нахрен, блин, чем-то заражаются, подхватывают каких-то паразитов, ведут беспорядочные половые связи, и потом вот это вот рожают, вот выплёскивают из себя фруктовых малышей. Мы им, в общем-то, в этом помогаем, потому что я же хороший доктор, правильно? Хороший доктор должен помогать. И давайте выдавим прыщ на огурчики. На огурчике выдавим прыщ. Ох, огурчик, не завидую я тебе. Надеюсь, что ни у кого никогда, никогда ни у кого на огурчике таких прыщей не появится. Да, давайте мы молотком, да, предлагают. Это предлагают нам. Вот эта данная реклама, она предложила радикальное решение всех проблем. Прям чёткое, конкретное, знаете, просто. Пришло к тебе вот такое вот, значит, овощо. Пришло к тебе вот такое вот овощо. И ты можешь очень это овощо радикально, короче, избавить от страданий. Да, просто берёшь его и молоточком. Ой, не ссы, нормально всё будет, что ты, зубы-то свои. Вот это вот так вот, чё, опять сейчас. О, здрасте. Девочка, смотрите, маленькая девочка, она уже родилась с бантиком в голове. Как замечательно. Как прекрасно. Вы знали, что у огурцов, у них плод внутри в материнском, ну, или, судя по форме этого огурца, отцовском теле, да, в общем-то, плод у них формируется сразу с бантиком. Сразу с бантиком, с сырюшечками, с сырюшечками, с сырюшечками, да, с сырюшечками, замечательное слово сырюшечки, нет. С бантиками, со всякими херантиками, с прочим говном. Да, именно так. Давай. О, здрасте. Это товарищ Дынька. Товарищ Дынька тут у нас, значит, улёгся. Червивая падла такая Дынька. Никогда не видел червивой Дыньки, но, видимо, они бывают. Так, хорошо. Давай теперь мы... Или, может быть, сейчас окажется, что это не дыня, а тыква, например. Хер его знает, если честно. Сложно тут наверняка понять, какое тут животное... Какое тут... Какое тут фрукто-овощу имеется в виду? Так. Ай-яй-яй, какой кошмар. Ну, конечно же. Ну, конечно же, это подхватило опять где-то вот эту гадость. Всё, давай вот это всё дело вычищаем. Довольная рожа... Не, ещё не довольная рожа, ещё зашить надо. А чё здесь зашивать? Так и иди. Так и иди. Нормально. Солюни, пожалуйста, не пускайте меня во врачебном кабинете. Я бы вас попросил вас. Я бы вас попросил немножечко. Что такое? Гляньте, а чё это? Так. Паразитические яйца, что ли? Ну чё, мистер тыковка, ссыкотно тебе, да? Ой, ой, как ссыкотно, ой, как... А ща как покромсаем тебя. Ну, наркоз, конечно же, это... Наркоз, конечно же, нам не нужен, нам не нужен. О, тебе, тебе, по-моему, насрали в душу. Тебе в душу насрали прям, чувак, конкретно. Надо это исправлять. Если вам насрали в душу, приходите вы к врачу. Я вас быстренько подлатаю. Очень скоро подлечу. Да, сейчас подлечим, сейчас подлечим эту падлу мы толстенную. Сейчас подлечим, сейчас подлечим. Будет лучший доктор во вселенной. Да, давай. Оп! Вот и всё, вот и всё. И оно довольно. Оно довольно, оно счастливо, оно радо. О! Персик? Вроде бы, яблоко, персик. Хер знает. Вот, вот, судя по этой штуке, может быть, яблоко, кстати. Ну, ладно, давай. Давай режем, давай режем. И мы достаем маленького, хер знает кого. Чё-чё-чё у нас такой хорошенький, а? Такой же будешь. Скоро большой и жирный у блюдос, как и свой папочка. Или мамочка, да. Вот-вот-вот-вот-вот. Однозначно так. Давай вот это мы дело. Достаем вот так и вот-вот так. Что такое? Пластырь. Ай, замечательно. Я теперь такой красивый. Да, это прекрасно просто. Когда буду встречаться с мадамой, я и скажу, у меня тут супер, супер, что называется, модные труселя. Берёшь вот так вот, оттягиваешь, а там раз и... И пипися. И пипися такая персиковая. И пипися просто наружу, понимаете? Нет. На самом деле там не пипися. Там последствия операции. Мы это понимаем. Так, ладно, давай продекорируем. Надо уже что-то покупать. Я считаю. Статион тоже. Тоже статион. Статион тоже надо покупать, ребят. И ещё один статион, вы не поверите, тоже надо покупать. Надо постоянно покупать статионы. Тут у нас уже максимальные уровни всего и вся. Здорово, ты кто? Здорово, чёрт, ты кто? А, это бонус. Три тысячи випи. Вытаскиваем вот эту гадость вот эту, которая поселилась тут и за квартиру, сука, не платит. Ой, 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 как у нас глазки-то трясутся. А тут давай. Оп! И всё. И лопнуло. И было совсем не больно. Совсем было не больно, мистер картошечка. Было совсем замечательно, понимаете? Это, видимо, картошечка побитый весь, наверное, с Беларуси вернулся. Или хер его знает. Но он же картошечка, правильно? По логике вещей. И вот мы ему помогли. Замечательно. Теперь давайте, наверное, мы... Давайте мы, наверное, что? Ну, пропустим вот это дело, да. Я думаю, это надо сделать. Это надо пропустить. Так, и ящички вот эти тоже надо пропустить. И бабу, которая что-то там свистит, тоже надо пропустить. Потому что она... Хер ли она свистит, объяснит. Нет, баба. Хер ли это баба свистит. О, здорово, сливка. Привет, сливка. Ты же сливка, да? Ну, вроде бы сливка. Ой, ой, страшно. Ой, мои сливовые года уже не те, я поняла. О, господи, что это? Такой маленький. Такой маленький, малыш. Ты посмотри. Да его съесть можешь прямо сейчас. Да вы хочешь, хочешь кушать, хочешь, хочешь. Это эти. Сливовые детские сущие. Сущие, хочешь сущие? Ну, ладно. Хорошо, кладём на место. Не знаю, выглядит такое ощущение, как будто мы вырезали не ребёнка, а живую какую-то, блин, я не знаю. Опухоль. Офисная жизнь. Да, и главный герой из сериала Офис. Майклд орёт. О, гад, please know. Так, окей, всё, это мы дело тоже. И вот это мы дело тоже, понимаете? И вот и замечательно. Вот и замечательно. Опухоль вырезали, как говорится. И хорошо, и хорошо, и прекрасно. Так, фри. О, там уже фри, понимаете? Там уже опять идёт фри. Перчик. Здравствуйте, мистер Перчик. А вы, я так понимаю, острый. Вы у нас острослов, наверное, тот ещё, да? Вам, если чё, где не там резануть, за слово в карман не полез... Ой, тихо-тихо-тихо. Ха-ха. Шага. Ха-ха. Хороший издеваться надо мной, да? Чё, уже не орем, да? О, опять орем. Опять орем, смотри. Опять вы. Опять мой гро... О, ок, строжим. О, точно. О, порежу сейчас, порежу, порежу. Не, ладно, не порежу. О, сейчас порежу, порежу. Не, не порежу, ладно. У, собак такая, тебе конец сейчас будет. А, нет. А, я его чуть уже надрезнул. Сестра! Принесите мне скальпель. Скальпель и валерьянки килограмм. Зашейте это обратно, я не хочу это видеть. Давай просто зашьём, давай просто зашьём. Ну, что ты в самом деле? Нахера она... Ладно, пофиг. Ладно, пофиг, выгребаем. Так, мистер, мистер перчик. Из перчика родился перчик поменьше. Замечательно. Вот и, вот и хорошо. Да, с такими звуками я ещё пациентов не зашивал. Ну, всё бывает в первый раз. Так, здесь мы ещё не накопили денежек. О, боже. Как там тебя звать? Капустка? Ты капустка или ты брокколи какой-нибудь сраный? Наверное, капустка. Это капустка, по-моему, да. Я, мистер капустка, от вас ожидаю немало капустки. После того, как мы со всем справились. Куда тебе колоть? В глаз, что ли? Куда тебе колоть? А, а, о, как. У него, у него листики капустки пожелтели. Это надо исправлять. Что там? Пять, что ли? Ну, серьёзно. Ну, как вот это вот? И как ты узнал, где именно нужно резать? Непонятно вообще. У нас какой-то доктор-провидец. У него шестое докторское чувство. Он всё нахрен знает. Чё, зашиваем, да? Ну, зашиваем, да. Всё, и он снова доволен и его трясёт. Нет, спасибо. Нет, спасибо. Ну, чё, мы установим. Установили статион. Вот, смотрите, у нас уже всё. У нас максимально переоборудованная поликлиника. Просто охеренно. Мы сделали всё, что могли. Посмотрите. Поликлиника на максимум, как говорится. О, здорово. Так. Ты вот, наверное, брокколя. Ты брокколя. Мне кажется, что ты брокколя. Блин, ты не мог эту ладонь ещё подальше убрать? Доктор. Конечно, даёшь. Приступим к операции. Опа-па-па. Ух, нихера я. Нихера я надрезик сделал. Чё-то быстро как-то получилось. Я прям сейчас спидран какой-то организовал. Я вообще хотел бы пригрозить ему, что я немножечко выколю ему ножиком глаз. Ну, просто шутки ради. Шутки такие у меня. Так у меня юмор. Оу-ма-а. Это вип-посетитель мистер Абрикоска, наверное. А, мистер Кокос. Это Кокос. Ну чё, здорово, Кокос. Слушай, не подгонишь немного? Кокосика за работу. Ладно, ладно, шучу. Шучу-шучу, мы это... Это не одобряю я ни в коем случае. Вот эти все кокосики вот... Ну вот их кокосики я одобряю, но... Но те кокосики я не одобряю. Не одобряю я те кокосики, которые... Не настоящие кокосики. Это... Это ни в коем случае вообще. Тап ту шарпин. Шарпин хотел. Хочешь шарпин? Давай я тебя шарпин. Хочешь я тебя шарпин, а? Не сы. Оба! А-а-а-а-а-а. А как же наркоз? Так, обойдемся, мне его жаль Мне жаль наркоза, его надо экономить Терпи, терпи VIP, терпи VIP Прикольная рифма получается Так, ну зашиваем теперь быстренько вот это все дело И в принципе сейчас только вот пластырь наклеиваем и все И VIP кокосик дает нам 3000 долларов А что теперь с этим делать У меня как бы, чтобы вы понимали, 3000 долларов есть А тратить куда и... Нет, 4000 4000 долларов Я насобирал уже максимум денег просто Так, подождите, хорошо Давайте вот это Мохнатика, мохнатиком это Эпиля, эпилятия Эпилятия, немножко проэпилировали и теперь Рез, резом и еще режем И смотрите, камни в почках достаем Достаем камни в почках походу, да Или я не пойму, или это процедура кастрации Мы может тебе яйки твои отрезаем Я надеюсь, что нет Ой, я надеюсь, что нет, это было бы не очень хорошо Окей Так, теперь зашиваем, слушайте Ну у него никаких паразитов, ничего, только Ну только, только опять-таки Насрал ему кто-то в душу В нижнюю душу Вот тут внизу Нижний отдел души Я хер знаю Короче, кто-то насрал, да Косточками такими Охерительными прям Ну ладно, слушайте Вот такая вот у нас сегодня игра, короче Мы сегодня родили, наверное, самого маленького Сливового малыша, которого я видел вообще В этой игре Я думаю, на этом можно заканчивать Я не знаю, вернусь ли я еще в эту игру или нет Потому что у меня есть подозрение, что, наверное, с этого момента Пациенты будут повторяться или что? Хотя нет Знаете, мы вот вроде все купили А пациенты-то не повторяются Что вот это? А, это мы обратно возвращаемся Ну я понял Ладно, слушайте Может быть мы вернемся в эту игру А может быть мы и не вернемся в эту игру Я не знаю Я не знаю Мы посмотрим Как говорится В процессе В процессе Может быть мне придет еще когда-нибудь В голову мысль в это поиграть На сегодня мы завершаем Если вам понравилось То ставьте лайк Пишите комментарии Подписывайтесь Жмите колокольчик Поделиться Рассказывайте друзьям Вступайте в группу ВК Ссылка в описании Всем счастливо Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok